Познание мира Занимайтесь каким-то тупым психоанализом, выковыривая какашки из тех засохших подгузников, которых в детстве бегали. И вот когда вы действуете, когда вы идете, вот тогда вы можете принимать решение и брать ответственность на себя. Ведь каждый человек имеет индивидуальные свои привычки, те убеждения, которые он вынес в связи со своим воспитанием. Он испытывает эмоции, желания, чувства. И вот это все влияет на принятие ваших решений. Вот это влияет на психологическое состояние для принятия решений. А как страшно принимать самостоятельные решения? Во-первых, не приучены. Во-вторых, что-то новое. Мешают вот эти эмоции неуверенности, страх. А те люди, которые приучены к негативному, трагическому мышлению, они всегда выбирают из многих неприятностей. Даже есть такая поговорка «Лучший из худших зол». Я так не живу. Я не выбираю лучший из худшего. Я человек с конструктивным мышлением. Я рассчитаю и выберу из нескольких возможностей. Этот выбор интересен. И может венчаться успехом. Я не уверен, что он будет венчаться успехом. Мало ли что произойдет. Но я выбираю и иду из возможностей, а не из трагических моментов, которые зацикливают мою свободу. И вот эти люди отказываются от свободы выбора. Они переходят в это комфортному, растительному существованию. Запомните, вот это традиционное поведение, в какой, как говорится, где родился, там пригодился, он и делает человека пассивным, слабым и, самое главное, неизменяемым. Человек не рождается готовеньким. Это заготовка. Но вашу заготовку ни хрена не обработали. Вас не научили ничему. И вас даже еще хуже гнобили. И что из вас получилось? Пассивный человек, не принимающий ответственность за себя, за свою жизнь. А я вам просто вот так в укор скажу. Ваше будущее задается вашим негативным прошлым. А вы его муссируете. Идете еще к психоаналитикам, которые как цыгане начинают муссировать ваше прошлое. Там плохо, там плохо, там плохо. Вы все переживаете, эмоции получили, отмаструбировали эмоционально, пошли домой отдыхать или повеситься. Этот человек никогда не будет счастливым. Только тот человек, который принимает ответственное решение за свою жизнь, за свои поступки, у него есть возможность на успех. Я вот сколько раз говорю, есть возможность. У тех нету никакой возможности, а у этих есть возможность на успех. Но запомните, вы можете ошибаться. Вы можете падать. Но вы опять принимаете решение. И опять у вас открываются возможности. Поймите, именно не прошлое, не те обстоятельства, не вот эти люди, которые вас окружают, могут вам изменить жизнь к лучшему. Вам нужно изменить обстоятельства, может быть, поменять окружение. А на прошлое его вытащить и написать эту легенду, о которой мы с вами выше говорили. И тогда вы начнете жить свободной, ответственной, вот той другой жизнью, где вы себя обрекаете на успех сто процентов. Поймите, мне вот задают вопрос. Плыть по течению или против? Это как подвох. А не думаешь, я скажу против течения. Нет. Нужно плыть туда, куда надо. Но учитывайте, что течение может вас сносить от выбранного направления. И вот тогда делайте поправку. А по течению или против течения, не знаю, вы плывете туда. Знаете, течение может снести обстоятельства, люди могут помешать. И тогда вы будете иметь будущее. Не просто вот повторение прошлого, танцы на граблях. Вы оторветесь от прошлого. Вот поэтому я и призываю вас. А у меня много роликов. Покинуть зону привычного комфорта. Ведь будущее свободного человека рождается там, где человек сделал выбор и сказал себе. Я сделаю это. И буду это делать. И тогда, и тогда он будет делать. И у него есть возможность на успех. А чем больше он будет преодолевать и получать радость от преодоления, тем он лучше научится правильно идти. И грести не против течения, не по течению, а грести туда, куда ему нужно. И тогда это течение его не снесет. Он будет делать поправки. Поправки на обстоятельства, поправки на тех людей, которые его окружают. Поправки на правительство, погоду или чего-то съел. Так что, друзья мои, подписывайтесь на канал. Проходите мои марафоны. Я знаю, что я вам говорю. Без всяких мистических, эзотерических прибамбасов. А мы будем творить. И, может быть, вытворять. Мы будем жить радостно, с азартом, со страстью. И приезжайте ко мне в Сочи. У нас есть о чем поговорить. Я вас люблю.